В 1948 году вот этот переворот коммунистической войны в Чехословакии поразили Запад. Все ожидали мирового кризиса, но вместо мирового кризиса разразился Берлинский. Как это произошло? В 1946-1947 годах ускорился процесс создания Западной Германии. То есть три вот эти зоны, французская, американская, английская и британская, они начали объединяться. Прошли выборы в Западно-Германское учредительное собрание в трех западных зонах. Это было нарушением исходных договоренностей. В ответ маршал Соколовский вышел из Межсоюзнического контрольного совета по управлению Берлином и этот орган перестал существовать. 31 марта 1948 года советская сторона установила контроль над коммуникациями между Западным Берлином и Западной Германией. Дело в том, что смотрите, вы хорошо представляете карту Германии из себя? Вот была ГДР, то есть была тогда еще не ГДР, зона контроля Советского Союза и три западные зоны. Но сам Берлин находился глубоко в советской зоне. Но город Берлин был тоже поделен на четыре части. Три западные и одну советскую. Но снабжение из западной стороны, из западной части Германии в западный Берлин шло через советскую территорию. Советский Союз заблокировал подвоз продовольствия, воды, всего-всего-всего. Это произошло 24 июня 1948 года. И Советский Союз предупредил Запад, что блокада продлится до тех пор, пока Запад не откажется от идей вот этого зонального объединения. Запад на шантаж не поддался. Был организован воздушный мост. И самолеты привозили в западный Берлин продовольствие, воду, все, что нужно. И начался Берлинский кризис. Вот это и есть Берлинский кризис 1948 года. И он длился до 12 мая 1949 года, когда блокада была снята. Советское руководство уяснило, что не получается надавить на запад здесь. В мае 1949 года была создана Федеративная республика Германии, ФРГ. А в октябре была создана Германская демократическая республика ГДР. То есть, в 1949 году возникли два немецких государства ФРГ и ГДР. В 1949-50-е годы стали кульминацией холодной войны. В 1949 году 11 государств Запада создали блок НАТО. И началось перевооружение Германии. Восточная Европа ответила невоенным ходом. Мы не создали организацию военную, она возникнет позже. Была создана в ответ организация Совет экономической взаимопомощи, СЭВ. 29 августа 1949 года была испытана первая советская атомная бомба. ТАСС сообщил об этом только 25 сентября. Но американцы знали уже, что мы испытали атомную бомбу и что теперь разговаривать с Советским Союзом будет значительно сложнее путем угроз. Правда. До 1957 года у нас не было средств доставки атомных бомб на территорию США. То есть таких мощных баллистических ракет не было. А кто знает, что у нас произошло со освоением космоса в 1957 году? Первый спутник. Совершенно верно. Так вот, первый спутник это был побочный продукт создания баллистических ракет. У нас только появились средства доставки в 1957 году. Но сам факт наличия у нас атомной бомбы оказал очень охлаждающее влияние на тех, кого сейчас у нас принято называть партнерами. В том же 1949 году китайские коммунисты победили Гоминдан, то есть националистическую партию. Националисты ушли на остров Тайвань и создали там вот это государство Республика Китай. 14 февраля 1950 года Мао Цзэдун и Сталин после очень тяжелых переговоров подписали договор о взаимопомощи на 30 лет. А гоминдановцы, повторяю, укрепились на острове Тайвань и создали там свое государство. Совет Безопасности ООН отказался исключить Тайвань из Организации Объединенных Наций. И тогда СССР вышел из всех Организаций ООН и вернулся туда только в 1950 году. Когда уже в 1970-е годы американцы наладили отношения с Китайской Народной Республикой, они совершенно спокойно, как они это всегда делают, сдали своего союзника, Тайвань убрали из Совета Безопасности, и его место заняла Китайская Народная Республика. Но дело в том, что тогда Китай был врагом Советского Союза. Правда, он и сейчас не является, строго говоря, другом, хотя у нас его называют партнером стратегическим и так далее. Но тогда, в 1970-е, Китай был просто враг Советского Союза, и американцы радостно заменили Тайвань Китаем в Совете Безопасности. Еще одним очагом противостояния Запада и Советского Союза была Корея. В самом начале 20-го века Корея была японской колонией. Во время Второй мировой войны северная часть Кореи была освобождена советскими войсками, южная – американскими. И в 1948 году на месте двух этих зон возникли два государства – Корейская Народно-демократическая Республика и Республика Корея, между которыми сложились весьма и весьма враждебные отношения. В Северной Корее начались социалистические преобразования, в Южной Корее начались преобразования капиталистические. В июне 1950 года северокорейцы при поддержке Китая начали наступление на юг и дошли до Сеула. Вообще вопрос, кто начал войну, очень-очень запутанный. Провоцировали друг друга обе стороны и в конце концов северные корейцы решили нанести удар, потому что они заручились поддержкой Китая. Китайцы очень активно теребили Советский Союз, чтобы он выступил активно. Но Сталин решил активно не выступать и вообще как-то так устраниться, но естественно отмашка была дана. И сначала было все очень хорошо. Сначала северные корейцы дошли до столицы Южной Кореи – Сеула. И вот здесь вмешалась Организация Объединенных Наций. А поскольку мы в это время покинули Организацию Объединенных Наций, знак протеста, что там Тайвань, некому было наложить вето на решение ООН послать туда Объединенный Корпус. Но Объединенный Корпус был смешной. Это были в основном американцы, ну и скажем так, 12 человек условно из Коста-Рики, 10 человек из гигантского государства Сальвадор, еще там откуда-то. Это называлось Международная Сила ООН, но главным образом, конечно, американцы. И американцы погнали северных корейцев очень-очень далеко. И гнали их, их уже погнали до столицы Северной Кореи. И вот здесь вмешались китайские добровольцы. И вот эта масса китайцев, она так двинула по американцам. Причем их было численно очень много, китайцев. Потери были гигантские. Вообще, нужно сказать, что Корейская война занимает третье место в истории войн по потерям. 14 миллионов человек. Первое место Вторая мировая война, второе место Первое и Третье Корейское. Китайцы начали очень мощное наступление. И в ходе контрнаступления китайцы и северокорейцы оттеснили противника к 38-й параллели. И вот именно по этой 38-й параллели к лету 51-го года стабилизировалась линия фронта. Начались переговоры. Советский Союз был очень неуступчив в этом плане. Сталин занимал жесткую позицию. И только после его смерти в июле 53-го года было достигнуто соглашение о том, что две Кореи, а граница по 38-й параллели.